Когда дома строились в 60-х, для водоснабжения была специально вырыта скважина. Но уже через несколько месяцев её эксплуатации вода стала поступать с ржавчиной. Местные горные породы, богаты железом, которые её и окрашивали. Такую воду можно было использовать только для полива. Можно было, например, и посуду помыть, но только если вода отстоялась сутки. Со временем и коричневой воды не стало. Санэпидемстанция вынесла постановление о запрете её подачи. Из 12 домов скважина есть только в одном, у других соседей денег на неё нет. Чтобы обеспечить семью из семи человек водой, полжизни уходила, говорят местные. Ездили на родник каждый день, по несколько раз даже в день, загружали полностью машину и привозили. И так каждый день тяжело мы добывали воду. А если вот у кого нет машины, нет возможности возить, где её взять? Здесь совсем рядом протекает река. К ней ведёт довольно крутой спуск протяжённостью около 70 метров. По нему, как много веков назад наши предки, кое-кто из местных жителей ходил с вёдрами, для того, чтобы было чем помыться и напоить домашних животных и птиц. Носили вёдрами, баклажками с детьми. Детки вот помогали, можете их здесь снять, показать. Воду набирали, когда не было воды, носили, поили, кормили всех этой водой, стирали, мылись, отсюда набирали. Сюда мы приходили раза 3-4-5. Это вот чисто, чтобы напоить животных, помыть полы, постирать. Вот. Вообще, вот пищевую мы привозили с родника тоже, но когда вот один раз, когда по несколько раз вот весели. Проблема водоснабжения села Черноречия не решалась долго по причине того, что в прошлые годы нельзя было подавать теническую воду. Для этого были вопросы к нам со стороны СЭС. И в соответствии с теми законами мы не имели возможности подавать теническую воду. В настоящее время, согласно федеральному закону о водоснабжении и водоотведении Российской Федерации, мы имеем возможность подавать теническую воду. Запустить старый водопровод было нельзя. Труба прохудилась на территории одного из домовладений. В последнее время в результате её эксплуатации потоплялись и участок, и дом. Решили с посёлком всем скинуть, чтобы поменять трубу, чтобы двор не затапливал. Потому что у меня подвал, пол подвала воды, и он сырой. Дом сырый. Но ржавую воду из скважины решили не везти, а брать её из расположенного неподалёку, устья реки на территории второго гидроузла предприятия. Силами ГУПС-водоканал было приобретено 40 метров трубы стальной. Был сделан специальный переходник, сделан фильтр, который был поставлен на всас трубы, для того, чтобы не попадала туда грязь. Данная водичка поступает на насосную станцию, насос собственных нужд её качает, и отправляет на резервуар чистой воды, который уже после этого распределяют по посёлку. А теперь есть вода. Сейчас покажу. Сделали. Вот наша водичка. Как цвет? Чистая. Раньше шла. Рыжая. Коричневого цвета. Ржавая. То сейчас это, конечно, отлично. А для чего вы её используете? Ну, по техническим причинам, для стирки. То есть, допустим, сейчас не страшно даже машинку включить. Водоканал может обеспечить подачу питьевой воды, но тогда она будет стоить намного дороже. А пока техническая обходится жильцам всего по 4 рубля за кубометр. Наконец-то закончились наши мучения. Мы очень рады, просто счастливы. Очень благодарны водоканалу и директору водоканала, и инженерам. В администрации предприятия считают, что аналогичный опыт софинансирования может быть использован и в других населённых пунктах региона, где сейчас нет централизованной подачи воды. Ирина Саркисова, Павел Красиков, Севинформбюро.